Добрейшего вам денёчка! Готовьте чаёчек! Роман и Громан у аппарата! И случилось так, что мой сосед затопил мою душевую. Я с ним поссорился, но понял, что бесполезно, он мне и так ничего не компенсирует, только хуже будет. И я решил сейчас взять на прокат газельку или какой-то другой там грузовой транспорт, но чтобы он был не очень габаритный. И поехать за новой плиткой себе в душевую. На этой машинке, конечно же, много я не перевезу, поэтому я сейчас буду помаленьку топать в автомобиле прокат. Вот он недалеко здесь находится, там себе что-то и подберу. Цены здесь хотя бы не кусаются, и постоянному клиенту здесь скидка 15%. Небольшая, но всё же, я здесь часто беру машины на прокат, потому что моя приора часто ломается. Тьфу на неё, блин, три раза. Итак, я выбрал себе вот такой вот чёрный соболь, весь такой грозный, солидный. Там ещё был зилбычок, но он был хоть и дешевле, но всё же медленней и не такой выносливый, как вот эта вот газелька. Итак, не будем долго тянуть, садимся и погнали! Снимаем с ручничка, коробка передач здесь даже плавнее переключается, чем на зиле-бычке. Да, мне доводилось когда-то на нём ездить, нужно было там перевезти что-нибудь. И там реально было в наличии только тот бычок, и других грузовичков не было. И реально плохо переключалась коробка передач, как я себе нервы вымотал нею. Аккуратно, тут такой слепой поворотик, поворотище прям. Быстро выезжаем, успеем. Да мы и так стали на половине пути. Ему бы пришлось нас обгонять, но мы сейчас красивенько выехали, даём газу. Хотя, этот автомобиль тоже не очень быстрый. Сейчас в наличии там на прокате был этот соболь, и тот бычок, и другая газелька, только старее типом. Все грузовички были в наличии, это маленький город, здесь их много в принципе не нужно. Но сервисом, я вам скажу так, пользуются активно. В основном берут только легковушки. Но там даже есть, можно взять на прокат автобусы. А вот и этот вот торговый центр, где-то наверное здесь, давайте с вами припарку... И давайте где-то с вами там развернёмся, чтобы не пересекать двойную сплошную. Вот тупик, приехали девочки. Так это авторынок, кажись. В принципе, я мог бы и там развернуться, ну, мне бы ничего не было. Подумаешь, пересёк, и так бы никто навстречу не ехал. Но я решил как-то растянуть данное РП, а то уж больно короткое получилось. Я знаю, вам это не нравится. Хотя, кто вообще его смотрит, а? Ух ты, также заметил только что, что в этой газельке есть вот это вот. И GPS здесь можно, если вставить флешку, можно музычку послушать свою. Классно. Так, нужно так встать, чтобы не мешать и не возле самых витрин. Чуденько. Главное, чтобы там никто не вышел, вот как-то здесь нет в наличии. Ха, докупайте отдельно. Я уверен, если в компании Apple выйдет автомобиль, я где-то читал об этом в новостях, то они сделают только вот этот вот ключ к нему, или сигнализация, или двигатель, и ключ к нему только по отдельности. В комплекте они идти не будут. Надеюсь, нормально. Сейчас посмотрим. Да, в самый раз. Выключаем фары, глушимся. Ставим на ручничок. Жалко, двигатель вообще не ПРП здесь заглушить. Ну, никак нельзя. Представим, что мы глухие, его не слышим. Так, где-то здесь, не знаю, не видно ли. Плиты продаются, наверное, на втором этаже. Ладно, я сейчас пойду и закуплюсь плитами. Так, всё. Плиты у меня на борту. Теперь с вами аккуратненько сдаём назад. Включил бы я здесь аварийку. А, есть аварийка, отлично. Фары. Гудочек ещё бы сюда. Надеюсь, никого там не сбил. А ну-ка. Бабка никакая не валяется у меня под колёсами. Хорошо. Теперь нужно как-то аккуратненько, культурно выехать. Здесь двойная, сплошная часто ездят автомобили. Поэтому мы с вами по РП не будем её пересекать. Всё раз повторю, это всё делаю вот так вот долго, чтобы РП не показалось вам очень коротким. В принципе, там можно и вот так вот, думаю, объехать. А, не тут-то было. Хотя, стоп. По краичку еду, в принципе, никому не мешаю. А, Рома, попался, лох. Думал, тут так вот объеду. Фиг тебе. Так, в принципе, можно и тут поездить. Никому вроде бы не мешаю. Дубль два. Тут что-то строится, но никакой техники нет. Рабочих тоже. Значит, спокойно проезжаем. Вот так вот. Пользуйтесь лайфхаком. Лайфхаком. Если, конечно, про эту игру никто не забыл. Когда я почему-то включаю поворотники, они ну никак не включаются. Или просто плохо видно, а я как бы отдалённо держу свои глаза, чтобы не портить зрение. Не замечаю. Стуканье поворотников тоже не слышу. Мне ещё нужно придумать, что я буду делать со своим соседом. Полицию что ли вызывать? А то достал уже регулярно меня затапливать. Сколько там уже поселился. Я-то думал, почему прошлый владелец так странно от моей квартиры нынешней и так странно мне отвечал, будто я реально что-то скрывал, почему он переезжает. Я думаю, почему квартира так дёшево продавалась. Аккуратно, Рома, тут на встряске, чтобы плитка сзади не побилась. Это у нас такие фирменные лежащие полицейские. ПРП, тут должна была бы стоять моя приора, но представим, что она стояла, мы только что проехали, а я вот паркуюсь, как ни в чём не бывало возле своего дома. Короче, ПРП скину на то, что её гнали, и фиг с ней. Так, сфары выключены, выходим. И на этом буду же с вами прощаться. Да, и плитку у меня тоже украли. Офигенный с меня РПшник. Как меня вообще можно смотреть? Ну что ж, давно не было игр по... Ну, РП по этой игре. Я решил, наконец-то, заснять. Дефицит у меня с РП для этой игры. Большинство РП у меня, в принципе, по Мотор Допот, но я взял некоторые РП от Мотор Допот, беру для таких игр, как Рашен Кар Симулятор, Совет Кар Премиум или Совет Кар Симулятор. Ну что ж, спасибо, что досмотрел этот видос. Тебе огромный респектус. А я с тобой прощаюсь и говорю тебе, до свидос.